У них всех был общий враг, пустыня. Перед песчаной бурей все равны. Немецкие солдаты и офицеры выдержали, несмотря на жаркое африканское солнце, жуткие тучи мух, песчаные бури, недостаток воды и пищи. В пропагандистских фильмах показывали африканскую идиллию. Как солдаты купаются в оазисах и жарят яичницы на танковой броне. И все под песенку Лили Марлен, которую все слушают по обеим сторонам фронта. Литой русской зимой, немецкая альмия была разгромлена под Москвой. Чтобы развеять мрачное настроение, необходима была легенда о Роммеле. Первый удар, нанесенный противнику 21 января, был настолько мощным, что сразу же разрушил все планы противника. Благодаря наступлению африканской, корпус Роммеля продвинулся далеко на восток. Такого не могли предположить даже самые отчаянные оптимисты. От Газала на глубину 40 километров простиралось минное поле. Роммель обошел его с юга, от Бирхакима. Затем была его последняя и самая славная победа – захват крепости Тубрук. О войне по радио вещали, как о спортивном состязании. Утро 5 часов 51 минута. Один за другим они ныряют под огонь противника. Над гарнизоном Тубрука поднимаются столбы дыма. Картина небывалая. С неба падает смерть и разрушение. Поднимается гигантское облако дыма, похожее на гриб. Это взорвались бомбы. Тубрук пал. Роммель был убежден в важности своей победы. Буквально несколько часов спустя он дал это интервью прямо с поля боя. Сегодня войска развили предыдущий успех, захватив крепость Тубрук. Немецкие и итальянские солдаты проявили сверхчеловеческие качества. Они преодолели скалы, земляные насыпи и минные поля с небывалым героизмом и энергией. Возможно, гибнут отдельные солдаты, но в целом победа нации обеспечена наверняка. Роммель захватил Тубрук за одни сутки. Эта победа имела значение скорее психологическое, чем стратегическое. В плен были захвачены 33 тысячи англичан и других союзников. Гитлеру нравились безрассудно смелые люди. Фюрер направил командующему африканским корпусом телеграмму. Фельдмаршалу Роммелю, в знак благодарной признательности за ваше руководство и личную решительность достижения победы, с сегодняшнего дня я присваиваю вам звание генерал Фельдмаршал. Отпись Адольф Гитлер. Мы узнали о присвоении ему звания генерал Фельдмаршала по радио. Эта новость мигом облетела всех. Он радовался, как ребенок. Мы не стали открывать шампанское, не кричали в восторге. Никакого банкета не было. Мы просто приняли это как информацию. Продолжалась война. Отцу постоянно грозила гибель. Дорога на Египет оказалась открытой. Ромель писал домой. До Александрии каких-нибудь 150 километров. Затем триумфально пришел Ромель. Он двигался на Каир и Эль-Алемейн. Мы тогда подумали, боже, ведь совсем рядом Палестина. Мы были почти полностью уверены, что этот человек добьется своего. Он уже одержал одну победу за другой. Он устремлялся на восток по дороге Виа-Бальбеа. Эта дорога была совместным проектом, который начали строить итальянцы, закончили англичане, а теперь использовали немцы. По ходу войны название этой дороги менялось. Противник ждал Ромеля на этой дороге, недалеко от окруженного пустыни поселения Эль-Алемейн. Для англичан Эль-Алемейн был единственным местом, где можно было остановить продвижение лесопустыни к Каиру. Здесь была организована линия обороны и сотен тысяч мин. Глубиной несколько километров в этой линии обороны была длиной 50 километров и простиралась от побережья Средиземного моря через пески пустыни, доходя до кромки непроходимой седловины Куалтара. В этом месте атаковать противника с маневром на окружение было невозможно. Если Ромель хотел попасть в Александрию, Каир и выйти к Суэскому каналу, ему приходилось пробиваться только здесь. Именно здесь должно было произойти решающее сражение. Генерал Окинляк, командующий английскими войсками, теперь сражался не с немецкими танками, а с легендой Ромеля. Все только и говорили, что Ромель из пустыни. Думаю, наше командование было этим недовольным и стремилось принизить его роль, повторяя нам, что его можно победить. Но мы им не верили. Для египтян Ромель тоже стала легендарной личностью. Они надеялись, что он войдет в Каир и освободит их от англичан. Почти каждый день в поддержку Ромеля устраивались демонстрации. Когда в 1942 году фельдмаршал Ромель достиг Эль-Алемена, все думали, что немецкая армия пришла освободить их от англичан. Правило гласит, враг моего врага, мой друг. Заговор против англичан возглавила группа египетских офицеров, свободные офицеры. Среди них был и Анвар Саддат, ставший впоследствии президентом Египта. Но их мечты затерялись в грохоте сражения. Африканский корпус был восстановлен, а в Берлине продолжали торжествовать. Геббельс отмечал, Весь народ Германии восхищается Ромелем как легендарным героем. Нам нужно больше таких генералов. Мы презирали этого человека. Для нас было совершенно очевидно, тот, кто работает на Гитлера, такой же преступник. Это противоречит исторической правде и не имеет ни объективных, ни субъективных подтверждений. Это трагедия Ромеля и всех тех, кто поддался пропаганде нацизма, мизантропические цели, которого они либо вообще не понимали, либо понимали слишком поздно. Ромелю нравилась пропагандистская шумека вокруг его имени. Но пока он так и не раскусил истинной сущности человека, награждавшего его орденами. Между тем, у Эля Ламена разворачивалось решающее сражение. Перед ним был новый противник. Черчилль направил туда фельдмаршала Монтгомери. Он учел ошибки своих предшественников и делал ставку на подавляющее численное превосходство на суше и в воздухе. Африканский корпус оказался перед угрозой полного уничтожения. Ромель спешно отвел войска назад. Он видел лишь одно решение – отступление. Но Гитлер приказывал остановиться и держаться до последнего человека. Реакция Гитлера, его приказ остановиться и держаться, означал конец и был гибельным для Ромеля. Именно в этот момент он перестал доверять Гитлеру. Он понял – Гитлера совершенно не волнует судьба его корпуса. У Ромеля хватило сил, чтобы воспротивиться. Его вера в своего главнокомандующего сильно пошатнулась. Его мучила депрессия. И при чувстве гибели в прощальном письме Жене он писал «Я все думаю о тебе и тех 26 годах, прожитых вместе. И сегодня я, мыслями с Манфредом, я молюсь Господу за вас. Всю ночь лежу, не смыкая глаз, и ломаю голову над тем, как вывести из гибельного тупика своих несчастных солдат». Выход из тупика спас жизнь десяти тысячам человек. Когда-нибудь Ромеля больше ценят за его отступление от Дельта-Лемейна и отход в Тунис, чем за его наступление. Ибо ему удалось вывезти в Тунис весь корпус. Пришлось преодолеть 3000 километров, на всем протяжении которых за ним охотились с обеих сторон, англичане на востоке и только что высадившиеся американцы на западе. Оставалась лишь одна последняя возможность спасти своих солдат. Отец прилетел в Ставку фюрера, чтобы предложить эвакуировать африканский корпус в Италию. Отец резко поспорил с Гитлером. Тот выгнал отца из кабинета, потом выбежал следом за ним и позвал обратно. В марте 1943 года Ромель покинул африканский континент уже навсегда. Итлер отправил его в отпуск, ведь герой не имел права быть побежденным. Его африканский корпус капитулировал в мае. Вернувшегося героя принимали везде. Для детей Геббельса он был дядей Ромелем. Перед маршалом неудел, он постоянно ощущал неуверенность в своей судьбе. Мы сели, и он стал говорить. Он сказал, «Мюнингер, хочу, чтобы вы знали, как мало я информирован. Мне известно лишь то, что сообщается в газетах и по радио. Он говорил, что от него избавились. Внешне он был спокоен, но внутренне подавлен. Война хороша настолько, насколько она проиграна. Несчастью, люди, стоящие у власти, фанатичны до безумия. Начиная с 1942 года, он с семьей жил в Герлингене, около Ульма. Именно сюда осенью 1945 года он пригласил в гости своего старого друга Карла Штрелина, мэра Штутгарта. Он рассказал ему о массовых расстрелах в Польше и травле евреев в газовых камерах. Он говорил нам об этом у нас дома. Ромель отказался воспринимать невообразимое. Что человек делает, когда его государство оказывается преступным? Он знал, и все же... Что делать, если твое собственное государство преступно? Что делать? Уничтожить Гитлера? Для Ромеля это было немыслимо. Когда Гитлер вновь позвал его, депрессия прошла. Ему предстояло сорвать высадку союзников во Франции. Он решительно взялся за работу. Однако... У Ромеля пропал его напор. Это было заметно, если бы знали его раньше. Не то, чтобы он пренебрегал своими обязанностями, такого никогда не было. Просто Ромель стал другим человеком. Царило мрачное причиствие поражения. В штабе во дворце Лерош-Гейон все только и думали о будущем Германии. Главной темой была война на два фронта. Можно ли такое выдержать? Сомнения, высказанные Ромелем, позднее будут использованы против него. Он без конца мотался вдоль побережья Ла-Маншель и радочно пытался организовать оборону со стороны Атлантики. Своей активностью он словно хотел подавить реальность. Народу Германии показывали энергичного Ромеля. Фельдмаршал Ромель на митинге на Западе. Немецкая армия готова к высадке вражеского десанта. Штаб Ромеля в Ла-Рош-Ги-Йон был местом встречи военных заговорщиков. Чтобы закончить войну на Западе, поддержкой Ромеля особенно хотели заручиться генерары Штюльпнагель и Шпейдер. В то же время они планировали убийство Гитлера. Знал ли об этом Ромель? Его мысли были заняты лишь высадкой десанта союзников. Он продолжал надеяться. Моя уверенность крепнет. Если англичане дадут нам еще две недели, у меня не будет сомнений.